Всем привет, это канал 100-бальный репетитор, и сегодня я помогу тебе разобраться с тригонометрией. Это будет такой вводный урок, где ты бы смог все свои базовые знания закрепить, повторить, а если их нет, то приобрести. От самого начала мы пойдем, чтобы потом постигать более сложные вещи. Мы сегодня разберем основные понятия тригонометрии, поймем, чем тригонометрия в геометрии отличается от тригонометрии в алгебре. Поговорим про тригонометрический круг и сами выведем табличные значения. Погнали! Сначала поговорим о понятиях и вспомним, что такое синус, косинус и тангус и катангус с точки зрения именно геометрии. Это еще не алгебра, не та тригонометрия, которая нам нужна позже. Синус это синус какого-то угла альфа, это отношение противолежащего качества к гипотенузе. То есть мы берем длину катета, делим на длину гипотенузы, поэтому если измерялся это сантиметр, сантиметр сокращается, это просто отношение, измеряется в числах. Косинус это отношение прилежащего катета к гипотенузе, длину на длину поделили. Тангус противолежащий катет на прилежащий катет, катангус прилежащий на противолежащий, то есть наоборот. И сразу давайте поймем, а где у нас есть катеты и где есть гипотенуза? Это все есть только в прямоугольном треугольнике. Давайте рисовать. Вот появился прямоугольный треугольник. Угол 90 градусов А, Б, это катеты. Это стороны, которые образуют угол, равный 90 градусов. С это самая большая сторона в треугольнике прямоугольном, которая лежит напротив угла в 90 градусов. Сразу, так как у нас гипотенуза, это самая большая сторона, она у нас стоит здесь в знаменателе, Значит, мы сразу можем сказать, что синус точно должен быть меньше, чем единица, потому что, значит, катет, он же будет меньше, чем гипотенуза. Меньшее число делим на большее число, получаем число меньше, чем 1. И аналогично с косинусом. То есть у нас ограничение на синус и косинус, что они оба должны быть меньше, чем единица. Про другое ограничение поговорим немного позже. Синус, косинус, тангенс и катангенс — это тригонометрические функции. Давайте запишем эти функции для этого угла альфа. Синус отношения противолежащего катета, противолежащий, лежит напротив. Смотрите, вот он. Куда он смотрит? Представьте, что это такой глаз. Куда он смотрит? Он смотрит на А. А лежит напротив. То есть получается, что синус нашего альфа — это противолежащий А на С. Косинус нашего альфа — это прилежащий, который... Вот, смотрите, угол. Вот к нему прилежит один из катетов. Это B. B делён на С. Ну давайте сразу тогда запишем ещё тангенс. Тангенс альфа равен противолежащий к прилежащему. В данном случае противолежащий к прилежащему. А на B. А на B. И смотрите, катангенс альфа — это наоборот. B делённое на А. Формулы, формулы тригонометрии. Иногда учителя действительно в школе говорят, они сходят с ума, видимо, типа нужно выучить триллиард вот этих реальных дурацких формул. Я вам скажу сразу. Я когда шёл сам на ЕГЭ, знал только три. Наверное, три. Вам будет достаточно этих трёх. Всё остальное мы выведем. И давайте сейчас одну из этих трёх формул мы с вами сами поймём и немного прочувствуем. Ну, во-первых, все вы знаете теорему Пифагора. Для вас, я думаю, это достаточно просто. Это А квадрат плюс Б квадрат. Вот здесь вот А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. А давайте я возьму и абсолютно всё это поделю на С квадрат. Могу же всё поделить на С квадрат. Беру и делю. Получается здесь у меня А квадрат делён на С квадрат плюс Б квадрат делён на С квадрат плюс... А, равно, равно, равно С квадрат делён на С квадрат. Что я получил? А квадрат делён на С квадрат. Смотрите, что такое А на С? Это синус. А так как всё в квадрате, то это что? Синус квадрат альфа. Плюс. Что такое b на c? Где-то я это видел, вот оно. b деленное на c это косинус, а здесь квадрат, и значит плюс косинус квадрат альфа. Равно c квадрат деленное на c квадрат, одно делим на самого себя, получаем единицу. И перед нами основное тригонометрическое тождество. С помощью этого приема можно понять, насколько связана теорема Пифагора, основное тригонометрическое тождество. Ответ, ну типа на 100%. Основное тригонометрическое и есть теорема Пифагора, которая просто выражена через тригонометрию, вот для нашего прямоугольного треугольничка. Слушайте, ну раз уж выписал тангус, то давайте про него немного поговорим. Когда обычно спрашиваешь учеников на первом занятии, что такое тангус, они говорят, это синус деленное на косинус. Нет, тангус это отношение противолежащего качества к прилежащему, которое также равно синусу деленное на косинус. А почему? Давайте посмотрим, что такое синус. Синус это А деленное на С. Давайте вот возьмем синус альфа, вот в этом примере, поделим на косинус альфа. Что это такое? Синус альфа это А деленное на С. Мы А деленное на С поделим, давайте две точки поставлю, на косинус угла, на косинус альфа делю на Б деленное на С. Ну, делить дроби-то мы в пятом классе научились, именно поэтому А деленное на С умноженное на... Переворачиваем c деленное на b, c пропали, получается а деленное на b. А что такое а деленное на b? Опять где-то видел, видел, вот оно, это тангенс альфа, тангенс угла альфа. Вот почему синус деленное на косинус, это и есть тангенс альфа. Поняли? Почувствовали? Замечательно. Ну и, наверное, последнюю формулку на сегодня, и перейдем уже к выводу тригонометрической таблички, и уже в сторону алгебры будем двигаться. Смотрите, что такое тангенс и катангенс? На самом деле это число называется обратные, да, которые взяли, просто перевернули, получили обратное число, а произведение обратных чисел равно единице. И сейчас я вам быстро это докажу. Смотрите, вот тангенс альфа умножить на катангенс альфа, я утверждаю, что равно это единица. Ну и возьмем, наверное, на простом примере. Вот у нас тангенс это а деленное на b, то есть мы, если возьмем а деленное на b, вот здесь вот и буду писать, и умножим это на катангенс b деленное на а, то у нас здесь что? Все подсократилось, и мы получили единичку. Советую именно так подходить вообще ко всей математике. Не просто там что-то заучивать, а пытаться понять и копать. Именно этим мы занимаемся на курсе легион, где не просто нарешиваем, 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 а сначала понимаем полностью теорию, от и до все это раскладываем, и только потом уже приступаем к практике. Тупое нарешивание без понимания базовых вещей тебя не приведет к высоким баллам. Погнали дальше. Тригонометрическая таблица. Некоторые думают, что ее действительно нужно прям учить, и некоторых не получается нормально ее выучить. Смотрите, я предлагаю вам такую вещь. Сейчас покажу, как ее вывести, а потом вы сделаете вот что. Выведите сами ее 10 раз подряд. И после того, как вы ее 10 раз подряд сами выведите своими ручками, прямо на листочке бумаги, то вы тригонометрическую табличку запомните на всю жизнь. Погнали. Смотрите. У нас есть прямоугольный треугольник. Давайте обозначим угол 30 градусов, угол 60 градусов. Ага. Нам нужно понять, что такое синус 30 градусов. Давайте посмотрим синус 30. Мы знаем с вами очень простую теорему, что напротив угла в 30 градусов лежит катет, который равен половине гипотенузы. Значит, если он х, то гипотенуза это 2х. А синус 30, синус этого угла, это отношение противолежащего х к прилежащему 2х, равно х уходит, получается 1 вторая. Вот она. Вот она тригонометрическая твоя табличка. Уже синус 30 есть. Что еще хочешь? Косинус 30. Для этого нужно знать вот эту сторону, прилежащий катет. Ага. Смотри. 2х есть, х есть. Теорема Пифагора работает. Как найти вот эту штуку? Нужно корень из 4х квадрат минус х квадрат. Получается корень из 3х квадрат. А это все равно, что х корней из 3х. Ну, из этого корень я извлек, а троечку оставил. Х корней из 3х. Вот она. Х корней из 3х есть. У нас теперь сторона. Тогда косинус 30 равно х корней из 3х поделим на 2х. Иксы опять ушли, и осталось, что корень из 3х пополам. Давайте, что еще? Тангенс. Ну, тангенс сделаем еще. Тангенс 30. Что сделаем? Поделим синус на косинус. Одну вторую поделим на корень из 3х пополам. Значит, умножим на 2, деленное на корень из 3х. Двойки ушли. Получилась единица, деленная на корень из 3х. Можно оставить в таком виде. Но математики не любят иррациональные числа оставлять в знаменателе. Показываю прием. Избавление от иррациональности в знаменателе. Какой у нас иррациональный знаменатель? Корень из 3х. Домножим числитель и знаменатель на корень из 3х. Здесь получается корень из 3 на корень из 3. Единица, умноженная на корень из 3, это корень из 3. Корень из 3 умноженная на корень из 3, это 3. Получаем корень из 3, деленное на 3. Вот оно, табличное значение. Синус, косинус, тангус 30, все уже есть. Давайте к 60 градусам. А здесь все уже намного проще, потому что у нас с вами все стороны этого треугольника есть. Синус 60 градусов, давайте запишем. Синус 60 равно, нужно поделить противолежащий, это х корней из 3, и поделить его на 2х. Иксы ушли, корень из 3 пополам. Возьмем косинус 60 градусов, равно прилежащий, это х, делим на 2х, иксы ушли, 1 вторая. Остался тангенс 60 градусов. Поделим синус на косинус, то есть корень из 3 пополам. Поделим на 1 вторую, это все равно что, умножить на 2 первых. Двойки сократились, остался корень из 3. Для 30 градусов и 60 мы все сделали, воспользовались одной очень простенькой теоремой. Напротив угла 30 градусов лежит катет, равный половине гипотенузы. Ну давайте тогда для 45 градусов все разберем. На 45 градусов все еще проще. Если у нас прямой угол, один из углов 45, то так как самоугол 180, второй угол тоже будет 45. Это значит, что он равнобедренный. А если это х, а здесь тоже х, то гипотенуз легко посчитать. Корень из х квадрат плюс х квадрат, корень из 2х квадрат, это все равно что х корней из 2. А теперь посчитаем синус 45, это противолежащий, то есть х, поделим на х корней из 2х. Иксы ушли, единица делена на корень из 2х. А я уже говорил, мы не любим иррациональные знаменатели, да множим и числительный знаменатель на корень из 2х. Получаем корень из 2х деленное на 2. Это у нас синус. Давайте найдем косинус 45. Но если мы возьмем вот этот угол, и косинус это тоже будет х, деленное на х корней из 2х, то же самое. Сразу запишем корень из 2х на 2. И отсюда тогда тангенс 45, нам нужно синус пределить на косинус, корень из 2х на 2, делим на корень из 2х на 2 число, делим на такое же число, и получаем единицу. Упс, вот короче у нас табличка для 45 градусов. Итак, с геометрией вроде бы все понятно, но откуда, черт его побери, взялся тригонометрический круг. Что это за ужас такой? Вроде бы у нас были катеты, треугольники, и появился какой-то круг, и говорят, что вся тригонометрия находится здесь. Давайте посмотрим вот сюда. Это у нас синус квадрат плюс косинус квадрат равно единице. Это основное тригонометрическое тождество, которое мы с вами смогли прочувствовать немного ранее. Но с другой стороны, вообще ничего ли не напоминает? А может быть и не напоминает. Но сейчас узнаем одну вещь. Смотрите, х минус х нулевое в квадрате плюс у минус у нулевое в квадрате равно радиус квадрате. Что это такое? Это теорема Пифагора, которая также является уравнением окружности. Это уравнение окружности. Кто будет там вообще что-то в ЕГЭ решать, обязательно нужно его знать. Х нулевой, у нулевой — это координаты центра окружности, а вот это вот, это радиус в квадрате. Но на самом деле это что? Это катет в квадрате плюс катет в квадрате равна гипотенуза в квадрате. И понять, что вот это вот уравнение окружности и теорема Пифагора — это одно и то же, нам будет легко вот на таком простецком примере, где у нас х нулевой, у нулевой возьмем за ноль. Обнуление сейчас модно. Значит, здесь будет просто х квадрат, у квадрат, единица. Что такое единица? Возьмем вот радиус единица. Что это такое? Это значит расстояние от центра этой окружности до любой из точки окружности равно единице. Почему теорема Пифагора? Почему вот эта вот штука и есть теорема Пифагора? Вот смотрите, вот у нас, например, есть какая-то точка А с координатами Х и У. Давайте проведем вот так вот к ноль-ноль прямую. Давайте настроим на этой прямой прямоугольный треугольник. Координата Х означает, что вот этот резочек, у него длина Х. Координата У по У, вот то есть вот здесь же Х у нас, вот здесь У, по У означает что? Что у нас длина вот этого катета У. Ну а так как мы говорим, что вот это вот единица, здесь можно на самом деле брать не единицу, здесь давайте вот так и напишем, радиус в квадрате. Не обязательно сейчас рассматривать единицу. И смотрите, что у нас получается. Получается теорема Пифагора. Х квадрат плюс У квадрат равно чему? Вот это что такое? Это радиус в квадрате. Еще раз, зафиксировали уравнение окружности. Это тоже самое, что теорема Пифагора. Но мы уже с вами говорили, что основное тригонометрическое тождество, это тоже теорема Пифагора. Значит, это тоже уравнение окружности. Только вместо, ну, Х нулевого, У нулевого у нас нет. Значит, у нас эта окружность лежит, у него центр в точке 0,0. А вместо Х и У у нас здесь синусы и косинусы. И радиус этой окружности равен единице. Вот как мы переходим к окружности. И вот она теперь у нас есть. Давайте сразу напишем, что радиус этой окружности единица. А теперь надо бы понять, что у нас синусы, где у нас косинусы. Давайте быстро разберемся. А разбираться очень просто. У нас уже есть с вами точка, у которой есть какие-то координаты x, y. У нас есть вот такая наклонная прямая, и вот он угол наклона этой прямой. И вот угол наклона этой прямой считается вот именно вот этот уголочек. Смотрите, если мы хотим сейчас с вами взять и посмотреть, чему равен синус этого угла. Вот он угол. Давайте назовем его угол альфа. И тогда чему равен синус альфа? Это отношение противолежащего. Мы еще вспоминаем геометрию пока что. Противолежащего это y на гипотенузу, то есть на радиус. А радиус у нас равен единице, деленный на единицы, то есть просто y. Опа! y это синус. Убираем y. Записываем синус. Давайте посмотрим, чему равен косинус альфа, ну вы все догадались. Прилежащий x делим на единицу. Получаем x. Значит, вот она у нас, ось косинусов. Косинусы вот здесь по горизонтали, синусы по вертикали. Нам осталось совсем немного до понимания, что же такое тригонометрия в алгебре. Смотрите, вот мы брали с вами, у нас была точка А. А теперь это будет не просто точка А. Мы возьмем с вами 30 градусов. Или давайте возьмем 60 градусов и изобразим на этой окружности. Вот от нашего 0, 0 нужно построить 60 градусов. То есть вот здесь вот 60 градусов. Пересекаем и получаем вот здесь вот точку. И теперь строим вот здесь вот такой вот прямоугольный треугольник. И вот здесь вот у нас 60 градусов. Это точка. Это все равно, что 60 градусов. Только изображение на окружности. Понятно? То есть если вы хотите обозначить здесь 30 градусов, то нужно строить такую прямую, которая даст нам с правой веточкой вот этой вот оси Х угол 30 градусов. То есть это будет здесь. Захотите построить 150 градусов, не проблема. Пойдем просто вот сюда. Захотите построить 360 градусов, ничего рисовать не нужно. Это вот точка пройдет всю окружность. Но более подробно про тригонометрическую окружность я еще расскажу в отдельном видео. А сейчас мы с вами вот здесь 60 градусов и получили точку. И вот внимание. Ну, например, пусть это будет точка А. Что такое синус в тригонометрии? Это координата точки А на ось У, которая называется по-другому ось синусов. Вот что это такое. Координата этой точки. Что такое косинус в тригонометрии в алгебре? Это координата точки А на ось Х, на ось косинусов. То есть наша точка А имеет две координаты. Координата по оси Х, координата по оси У. Так вот, координата по оси Х. Это и есть ее косинус. Вот он смысл. Алгебраические тригонометры. Вот что мы в тригонометре, именно в алгебре, называем за косинус. Это координата точки, которая у нас есть на окружности по оси Х. А У, если у нас ось У, то это синус. Синусом мы называем координату этой точки по оси У. И давайте на примере 60 градусов сейчас еще поймем, почему же это действительно координата будет там по оси Х или по оси У. Почему это будет косинус и синус соответственно. Вот если у нас, мы же взяли единичную окружность, то есть у нас с вами радиус 1. Напротив угла 30 градусов лежит катет, который равен половине гипотенузы. То есть вот этот вот катет равен тогда 0,5. А катет это и есть что? А катет, длинна катета это координата по оси Х. То есть вот здесь у нас с вами 0,5. Это и есть что? Косинус 60. То, что мы и хотели. И смысл, косинус это координата по оси Х. Ну и давайте теперь про координату У. Найдем координату У. Еще раз мы знаем, это 1, это 0,5. Нужно корень из единицы минус 0,25. Ну или корень из единицы минус 1,4. Это все равно, что корень из 3,4. Из знаменателя извлекается, из числителя нет корень из 3, деленное на 2. Получаем что? Этот катет это корень из 3 на 2. А длина этого катета это и есть координаты этой точки по оси У. То есть у нее координата по оси У, корень из 3 на 2. Вот что такое синус. Координата по оси. И связь с геометрией, я надеюсь, вам удалось чекнуть. Но почему нам нужна именно тригонометрия в алгебре? Потому что в геометрии мы ограничены. Прямоугольный треугольник вроде бы, да? И вот эти вот катеты, они есть только там. А здесь есть вся окружность. А на этой окружности можно отметить любое количество градусов. А позднее мы потом перейдем к Пи Родиан. Ну, например, хотите отметить 150 градусов? Не проблема. Смотрите, вот здесь вот. Ну, вот здесь вот 0 градусов. Вот здесь вот 90. И вот здесь вот, ну, вот так вот угол будет. Вот, ну, примерно вот такой, мне кажется, да? И вот он, угол, вот этот вот. Это 150 градусов. И здесь появилась какая-то точка B. И вот этой точке B есть какие-то координаты. Координата Х, координата У. Так вот, координата Х вот такая будет. Ну, какая-то. Нужно найти потом будет. Просто это катит. Мы попозже этим с вами займемся. Но это и будет синус 150 градусов. Да, он будет отрицательный, но он есть. Понимаете? Вы не можете нарисовать прямоугольный треугольник, у которого один из углов будет 150 градусов. Потому что сумма углов треугольника 180. А по Y его координата будет являться его чем? Его синусом. Надеюсь, что мы заложили с вами хорошую основу. Будет видео, где я вообще разберу тригонометрический круг. Тоже с самого начала, с самого конца. И сделаю это так подробно, как еще никто не делал. Это 100 балльный репетитор. И я делаю для тебя бесплатный контент. Поэтому я ожидаю, что ты просто жмякнешь лайк. Что ты просто напишешь в комментариях, вообще, как у тебя дела с тригонометрией. Понимаешь или не понимаешь. Понятно ли мои объяснения сейчас. Это очень сильно помогает в продвижении роликов. Дает мне мотивацию писать ролики еще более подробно, еще чаще. Я надеюсь, что я даю тебе что-то. А ты просто поставь лайк, напиши коммент. И будем в расчетах. Нас ждет длинный путь подготовки к ЕГЭ. Пройдем его вместе. Оставайся на этом канале. Подписывайся, если еще не сделал. Пока.